Приветствую вас, друзья, на канале обучение и саморазвитие. Сегодня мы вам расскажем про аллергию на кошек, симптомы, лечения и последствия. Аллергия на кошку занимает первое место среди всех видов аллергии. Что делать, если у вас или у вашего ребенка возникла аллергия на кошку? Обязательно ли нужно избавляться от котенка или же можно научиться жить рядом с кошкой, не испытывая дискомфорта? Давайте поговорим о симптомах, последствиях и лечении этого заболевания. Кто же подвержен аллергией на кошку? Аллергия – очень распространенное хроническое заболевание. По разным данным, от нее страдает от 12 до 45% людей во всем мире, причем их число все время увеличивается. Причинами всплеска аллергии ученые называют плохую экологию, пищевые добавки, красители, ароматизаторы, консерванты, использование химических удобрений, массовую вакцинацию сельскохозяйственных животных, бытовую химию, широкое назначение лекарств, стрессы и другие факторы. Любой аллергии, а тем более на кошек и других животных, больше подвержены люди из стран с высоким уровнем жизни. Горожане страдают от аллергии чаще, чем сельские жители, а женщины чаще, чем мужчины. Огромные масштабы сегодня обрела аллергия у детей. Ее проявления обнаруживаются у 40% малышей. Главным фактором возникновения аллергии у детей является генетическая предрасположенность. К сожалению, аллергия на кошек, да и на другие раздражители, может развиваться в любом возрасте. Аллергия бывает на лекарства, на продукты, на пыльцу растений, на тополиный пух, на домашнюю пыль и плесень, на солнце, а также на животных. Как правило, если человек страдает одним видом аллергии, то у него имеется высокая вероятность возникновения аллергии к чему-либо еще. Так называемая перекрестная аллергия. Поэтому, если у вас есть, например, аллергия на пыльцу березы, то вы находитесь в группе риска по аллергии на кошек. Какие животные вызывают аллергию? Аллергию могут вызывать все теплокромные животные. Кошки, собаки, кролики, морские свинки, хомячки, птицы и так далее. Естественно, рыбы аллергию не вызывают, но возможно появление аллергии на сухой корм для рыб. Не вызывает аллергию рептилии, амфибии и насекомые. Чаще всего встречается аллергия на кошек. Ею страдает 15% населения земного шара, что составляет примерно треть от числа всех аллергиков. Кошачьи аллергены являются также самыми сильными. Что именно вызывает аллергию на кошек? Принято считать, что аллергию на кошек вызывает кошачья шерсть. Однако, это не так. Самая распространенная причина аллергии – это кошачья перхоть, то есть мелкие частички отмершей кожи. Также аллергию могут вызывать слюна и моча домашнего любимца. Корень всех бед кроется в специфических белках, вырабатываемых организмом кошки, которые и присутствуют в коже, слюне, моче и секрете сальных желез. Учеными выявлено 12 аллергенов кошек. Наиболее часто, в 80% случаев, встречается аллергия на белок, который присутствует на коже, в моче и выделениях сальных желез кошек. Этот белок имеет очень маленький размер, буквально 3-4 микрона и легко переносится по воздуху. Полноценные коты имеют более высокий уровень белка, чем кошки и кастрированные коты. Часто аллергию вызывает кошачий альбумин, содержащийся в сыворотке крови из животных, в перхоти и в слюне. Поэтому избавиться от проблем, заведя голую кошку сфинкса, не удастся. Однако людям со слабой формой аллергии на кошек такой способ может подойти, так как уровень аллергенов в квартире уменьшится. Как же проявляется аллергия на кошку? Симптомами аллергии на кошку будут следующие. Это ренит, заложенность носа или насмерть, конъюнктивит, слезящиеся глаза, затруднение дыхания, подышка, кашель. Кожные проявления, зуд, покраснение, крапивница в местах контакта с животным. При длительном общении могут возникнуть дерматит и экзема. Аллергия на домашних животных часто возникает уже через 5 минут после контакта с животным, достигая пика через 3 часа, но может протекать и по замедленному типу, проявляя через несколько часов или на следующий день. Как же определить аллергию на кошку? Если вы заподозрили у себя или у своего ребенка аллергию на кошку, следует обратиться к врачу-аллергологу. Для диагностики аллергии необходимо прежде всего сделать тест. Самые распространенные тесты на аллергены это так называемые кожные пробы. За рубежом они выполняются последствием укола, а в России используются скорификационные тесты, при которых на коже делают короткие поверхностные царапины, на которые наносится небольшая доза аллергена. Для определения аллергии на кошку используют эпидермальный аллерген из кошачьей шерсти. Степень выраженности аллергии на тот или иной аллерген определяют по размеру покраснение и вздутие в области пробы. Вздутие диаметром 6 мм означает свидетельство о наличии аллергии. Другим видом диагностики аллергии является определение специфических антител к аллергенам кошки. Этот анализ обычно проводят, когда нельзя делать кожные пробы. Из-за обширного дерматита или из-за очень сильной аллергии, когда кожная проба может вызвать анафилактический шок. Достоверность обоих видов диагностики абсолютно одинаково. По результатам анализов врачей-аллергологов ставят диагноз и назначают лечение. Какое же лечение аллергии? Лечение назначает врач-аллерголог. Как правило, лечение аллергии на кошек комплексное. Оно включает обязательный прием антигистаминных препаратов и симптоматические средства, например, глазные капли при аллергическом конъюнктивите, капли или спрей для носа при рините, ингалятор при бронхиальной астме, мази и кремы при дерматите и экземе. К сожалению, все эти методы не вылечивают аллергию, а только снижают ее проявление. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео? А главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. За рубежом проводят аллерговакцинации. Асид. Аллергенам кошки, которые способны снизить чувствительность организма к аллергенам. Но в России это лечение аллергии на котов пока не применяется. Как же избавиться от аллергенов? Если у вас или у вашего ребенка диагностировали аллергию на кошку, но вы все-таки решили оставить свою домашнюю любимицу, вам необходимо срочно снизить количество аллергенов от кошки в квартире. Для этого нужно регулярно выполнять следующие действия. Первое. Регулярное мытье кошки специальными шампунями. Использовать нужно специальные шампуни, например, Пет Плюс, которые можно заказать через интернет или купить в магазине Аллерго Дом. Эти шампуни удаляют перха и нейтрализуют содержащиеся в ней аллергены. Одновременно они качественно очищают шерсть и устраняют сухость и зуд кожи у животного. Устраняют запах и защищают вашего питомца от блох и клещей. Мыть кошку специальным шампунем нужно не реже одного раза в месяц. Мыть кошку обычным шампунем для животных бесполезно, так как он не уничтожает аллергены. Второе. Обработка лотка и спальных мест специальным средством. Можно порекомендовать препараты серии Эко Лайф, специально предназначенные для уборки мест обитания животных. Они не имеют запаха, не вызывают аллергии ни у людей, ни у домашних животных и абсолютно безопасны. Одновременно они уничтожают запах животного и его выделение и избавляют от аллергенов. Обрабатывать кошачий лоток нужно минимум дважды в день, а лучше чаще. Если кошка или кот сделали свои делишки не в лоток, а где-то в комнате, это место также нужно будет обрабатывать после мытья спреем или двумит со специальными противоаллергическим средством. Третье. Очистка воздуха в квартире. Для этого используют или очистители воздуха, или климатические комплексы, которые сочетают очистку воздуха с увлажнением. К выбору устройства для очистки воздуха нужно отнестись к предельно серьезным, так как далеко не все очистители воздуха удаляют содержащиеся в воздухе аллергены от домашних животных. Перед покупкой прибора стоит проконсультироваться с лечащим врачом-аллергологом, а приобретать его лучше в магазине, специализирующемся на товарах для аллергиков. Четвертое. Регулярная влажная уборка. Чем чаще вы будете делать влажную уборку, тем меньше аллергенов от кошки останется в помещении. Также врачи рекомендуют избавиться от ковров и паласов и по возможности сократить в квартире количество тканевых покрытий, а те, которые остались, шторы, покрывала, например, чаще стирать. При влажной уборке также нужно использовать специальные средства, уничтожающие аллергены. Пылесос желательно использовать с нейрофильтром и водным фильтром, он поглощает даже мельчайшие частички пыли, босевшим на них аллергенами. Будьте внимательны. Все эти меры помогут вам снизить количество аллергенов в квартире, но не избавят от них полностью. Поэтому серьезно подумайте, готовы ли вы и дальше рисковать своим здоровьем и здоровьем своих близких, оставляя в доме пушистого людьмица. Если аллергия на кошку имеет сильные проявления и особенно при наличии бронфиальной астмы, то однозначно нужно отдать кошку в добрые руки. Однако, если симптомы выражены слабо, вы можете по-прежнему радоваться ее обществу, не забывая тщательно соблюдать все меры предосторожности. Ну а если ваша проблема достаточно серьезна, то заведите себе другое животное, которое не вызывает аллергии, такие как рептилии, земноводные и насекомые. Конечно, этих животных нельзя посадить на колени и погладить по мягкой шерстке, однако они тоже обладают индивидуальностью и наблюдать за ними очень интересно. Среди рептилий чаще всего держат черепах, как сухопутный, это среднеазиатская либо болотная, так и водный, самая распространенная красноухая черепаха. Домашним любимцем может стать ящерица. Надо заметить, что крупные ящерицы, например вараны и игуаны, весьма сообразительны и отличаются ярким характером. К мелким ящерицам, которых можно завести дома, относятся гирконы и хамелеоны. Также в квартире можно держать неядовдитых змей. Наиболее популярные породы это красиво окрашенные питоны и полозы. Амфибий содержать дома очень трудно, так как им сложно создать нужные условия. Из-за влажной и очень нежной кожи они крайне чувствительны к уровню влажности в террариуме. Однако, если вы не боитесь трудностей и готовы тратить свое время, то можете завести лягушек или жад. Еще один минус содержания дома земноводных заключается в том, что большинство из них ведет ночной образ жизни. Из числа насекомых дома чаще всего держат богомолов, за которыми удобно наблюдать, благодаря их крупным размерам. Уход за ними несложен, а корм можно приобрести в магазинах, торгующих наживкой для рыбалки. Естественно, что для многих людей содержание таких животных не может заменить общение с ласковой кошкой. Но если вы столкнулись с такой проблемой, как сильная аллергия на кушек, то лучше поберечь свое здоровье и выбрать другое животное. А мы желаем вам всего самого наилучшего. Но на этом еще не конец, вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok